Впервые на территории Приморья при поддержке правительства края реализован пилотный проект по проведению военно-патриотических смен для трудных подростков. У МВД России по Приморскому краю реализует проект совместно с администрацией Приморского края ДОСУАФ «Авангард». В этом году мы собрали три смены и сегодня завершилась третья смена, в которую входили трудные подростки. Цель была поменять мировоззрение, взгляды на жизнь, взгляды на вещи этих детей. Я считаю, что этот проект удался и в первую, во вторую смену мы видели реальные изменения отношения детей к обществу, в целом к жизни. Ребята активно принимали участие в различных спортивных мероприятиях, занимательных викторинах, осваивали новые навыки и смогли применить их на практике, показав высокие результаты. Вечерние мероприятия были посвящены духовно-нравственному и патриотическому воспитанию курсантов. У меня поменялось мировоззрение, второе, у меня улучшились физические качества, стал бы больше раз отжиматься, подтягиваться. Я бы хотел поблагодарить всех офицеров за их терпение, понимание. Да, многое изменилось после того, как я побывал в лагере. Я нашел много новых друзей, избавился от вредных привычек, зарядкой стал заниматься каждый день, 10 дней подряд занимался зарядкой. А что еще? Еще купался на море, да, один раз здесь, в Владивостоке. Был на экскурсии, по всему Владивостоку прокатился, на мосте там побывал, в музее был. Определенный успех, достигнутый в проведении таких смен, подкрепляется позитивными откликами родителей детей, которые отмечают значительное улучшение в их поведении. Со слов ребенка была насыщенная программа, они занимались тактикой ведения боя, приезжали много гостей. Я хочу поблагодарить, ну, в первую очередь, коллектив офицеров, которые достойно нашли общий язык с нашими детьми, и за эти 10 дней помогли им, были, как говорится, старшими товарищами. Временно исполняющий обязанности начальником ВД Приморья полковник полиции Эдуард Хавабов в торжественной обстановке вручил отличившимся детям заслуженные награды, дипломы и грамоты за спортивные достижения. Далее в неформальной обстановке прошла встреча ребят с сотрудниками полиции. Каждому ребенку уделили особое внимание, узнали о его целях и планах на будущее. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.